В этом видео мы расскажем о самом эффективном рационе для набора мышечной массы. Привет, друзья! Хотите набрать мышечную массу, но не знаете, с чего начать? В этом видео я покажу вам эффективный рацион на 5 дней, который не только поможет вам нарастить мышцы, но и ускорит ваш процесс в тренировках. Мы детально разберем каждый продукт, его влияние на организм и то, почему он включен в наш план. Готовы? Поехали! Первый день Первый день нашего плана начинается с завтрака, богатого сложными углеводами и белками. Это важный момент, так как именно утром наш организм нуждается в топливе для восстановления после ночного сна и для поддержания энергетических запасов в течение дня. Завтрак Овсяная каша – 100 грамм Овсянка богата сложными углеводами, которые медленно высвобождают энергию. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает мышцы длительным источником энергии. Она также содержит бета-глюкан, который поддерживает иммунную систему и способствует восстановлению после тренировок. Четыре яйца Три белка, одно целое яйцо Яйца – это идеальный источник белка. Белок помогает в восстановлении и росте мышечной ткани, а желток содержит важные витамины, минералы и жиры, необходимые для гормонального баланса и общего здоровья. Горсть орехов Орехи богаты полезными жирами, которые необходимы для нормального функционирования клеток и усвоения жирорастворимых витаминов. Омега-3 жирные кислоты в орехах помогают уменьшить воспаление и поддерживают здоровье сердца. Ягоды 50 грамм Ягоды, такие как черника и малина, содержат антиоксиданты, которые защищают мышцы от окислительного стресса, способствуют восстановлению и поддерживают иммунную систему. Перекус Протеиновый коктейль 30 грамм протеина После утренней тренировки или в течение дня важно поддерживать высокий уровень аминокислот в крови для оптимального восстановления мышц. Протеиновый коктейль – это быстрый и удобный способ обеспечить организм необходимыми белокислотами. 1 банан Банан – источник быстрых углеводов, который восполнит запасы гликогена в мышцах и обеспечит вас энергией. Кроме того, банан богат калием, который поддерживает водно-солевой баланс и предотвращает судороги. Обед Куриная грудка – 200 грамм. Куриная грудка – это отличный источник нежирного белка. В ней практически нет жира, но много аминокислот, особенно лейцина, который играет ключевую роль в синтезе мышечного белка. Коричневый рис – 100 грамм. Коричневый рис содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем белый рис, обеспечивая длительное ощущение сытости и постепенное высвобождение энергии. Овощи на пару. Брокколи, морковь. Овощи – это не только витамины и минералы, но и клетчатка, которая поддерживает здоровье кишечника и помогает усваивать питательные вещества. Полдник. Творог – 150 грамм. Творог – это источник казеина, медленно перевариваемого белка, который обеспечивает организм аминокислотами на протяжении длительного времени. Это особенно полезно между приемами пищи или перед сном. Мед или фрукты. Мед и фрукты добавляют вкус и полезные углеводы, которые пополняют запасы гликогена и поддерживают уровень энергии. Ужин. Говядина – 150 грамм. Говядина богата железом, цинком и креатином – важными элементами для мышечного роста и общей физической производительности. Кинуа – 100 грамм. Содержит все 9 незаменимых аминокислот, что делает ее полноценным источником белка. Она также богата магнием, который помогает расслабить мышцы и улучшить качество сна. Листья шпината. Шпинат богат витаминами А, С и К, а также железом и магнием, которые поддерживают здоровье костей и способствуют восстановлению. Эта комбинация продуктов обеспечит ваш организм необходимыми белками и углеводами, которые дадут энергию для тренировок и начнут восстановление мышц. Второй день. Во второй день мы добавляем в рацион больше полезных жиров. Жиры играют важную роль в здоровье клеточных мембран, усвоении витаминов и производстве гормонов, таких как тестостерон, который критически важен для мышечного роста. Завтрак. Омлет из четырех яиц с овощами. Омлет – это отличный источник белка и полезных жиров. Добавьте овощи, такие как шпинат и помидоры, чтобы увеличить количество витаминов и минералов. Цельнозерновой тост. Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой и сложными углеводами, которые помогают поддерживать стабильный уровень энергии. Авокадо. Авокадо – это источник мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца и способствуют усвоению витаминов, таких как витамин Е. Перекус. Греческий йогурт – 200 грамм. Греческий йогурт – это отличный источник белка и пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника. Кальций, содержащийся в йогурте, необходим для здоровья костей и правильного функционирования мышц. Орехи и семена. Они богаты омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, которые уменьшают воспаление и способствуют восстановлению мышц. Обед. Лосось на гриле – 200 грамм. Лосось – это один из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление, ускоряют восстановление и поддерживают здоровье сердца. Белок из лосося также способствует мышечному росту. Кинуа – 100 грамм. Кинуа, как и в первый день, остается отличным источником полноценного белка и сложных углеводов. Зеленый салат. Добавление зеленого салата, богатого витаминами и минералами, поддерживает общее здоровье и способствует усвоению питательных веществ. Полдник. Протеиновый батончик. Протеиновые батончики – это удобный и быстрый способ пополнить запасы белка и углеводов в течение дня. Яблоко. Яблоки содержат клетчатку, которая поддерживает здоровье кишечника и помогает контролировать уровень сахара в крови. Ужин. Индейка. 200 грамм. Индейка – это нежирное мясо с высоким содержанием белка и низким содержанием жирной, идеально подходит для восстановления мышц и поддержания низкого процента жира. Запеченный сладкий картофель. 150 грамм. Сладкий картофель богат бета-каротином и сложными углеводами, которые обеспечивают организм устойчивой энергией. Овощи. Разнообразные овощи, такие как брокколи и цветная капуста, добавляют клетчатку и витамины, поддерживая общее здоровье. Эти продукты обеспечат вас необходимыми жирами, белками и витаминами, поддерживая мышечный рост и общее здоровье. Третий день. Третий день посвящен увеличению потребления сложных углеводов и белков. Это даст дополнительную энергию для тяжелых тренировок и поможет избежать катаболизма – разрушения мышечных волокон. Завтрак. Овсянка с медом и ягодами – 100 грамм. Овсянка – это главный источник сложных углеводов, которые обеспечивают организм энергии на длительное время. Мед добавляет природный сахар, а ягоды – антиоксиданты, которые помогают восстанавливаться после тренировок. 4 яйца – 2,2 белка. Яйца, как и всегда, являются отличным источником белка и жиров, поддерживающих мышечный рост и гормональный баланс. Перекус. Протеиновый коктейль с овсянкой. Добавление овсянки в протеиновый коктейль увеличивает количество сложных углеводов, помогая поддерживать высокий уровень энергии в течение дня. Обед. Куриная грудка – 250 грамм. Увеличение порции белка в этот день связано с необходимостью повысить потребление аминокислот для поддержания мышечного роста и восстановления. Макароны из твердых сортов пшеницы – 150 грамм. Макароны из твердых сортов пшеницы содержат сложные углеводы, которые медленно усваиваются, обеспечивая вас энергией на длительное время. Они также содержат больше клетчатки и белка, чем обычные макароны. Овощи. Овощи добавляют витамины и клетчатку, поддерживая здоровье пищеварительной системы и общее самочувствие. Полдник. Творог с медом и орехами – 150 грамм. Творог – это богатый источник казеинового белка, который медленно усваивается, обеспечивая организм аминокислотами на протяжении длительного времени. Мед и орехи добавляют сладость и полезные жиры, поддерживая энергетический баланс. Ужин. Стейк из говядины – 200 грамм. Говядина богата креатином, который поддерживает уровень энергии в мышцах и железом, необходимым для транспортировки кислорода к тканям. Печеный картофель. 200 грамм. Печеный картофель – отличный источник калия, который помогает предотвратить мышечные судороги и поддерживает гидротацию. Овощи. Овощи добавляют клетчатку и витамины, помогая организму усваивать питательные вещества и поддерживают здоровье иммунной системы. Ваш организм будет благодарен за такой сбалансированный прием пищи, который поддержит вас на пути к увеличению мышечной массы. Четвертый день. Четвертый день фокусируется на легкости и быстроте приготовления блюд, но без ущерба для их питательности. Эти блюда идеально подходят для тех, кто не хочет тратить много времени на готовку, но при этом хочет обеспечить свое тело всем необходимым для роста мышц. Завтрак. Овсяные панкейки с ягодами и орехами. Овсяные панкейки – это вкусный и питательный завтрак. Овсянка обеспечивает организм сложными углеводами, а ягоды и орехи добавляют антиоксиданты и полезные жиры, поддерживая здоровье сердца и иммунной системы. Перекус. Протеиновый коктейль и апельсин. Протеиновый коктейль – это быстрый способ пополнить запасы белка, а апельсин добавляет витамин С, который поддерживает иммунную систему и помогает организму усваивать железо. Обед. Тунец с коричневым рисом и авокадо. Тунец богат белком и омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и уменьшают воспаление. Коричневый рис обеспечивает длительное высвобождение энергии, а авокадо добавляет полезные жиры и витамины. Полдник. Греческий йогурт с ягодами и медом. Греческий йогурт – это отличный источник белка и пробиотиков, поддерживающих здоровье кишечника. Ягода и мед добавляют сладости и антиоксиданты, помогая организму восстанавливаться после тренировок. Ужин. Куриные фрикадельки с пастой из цельнозерновой муки. Фрикадельки из курицы – это нежирный источник белка, а паста из цельнозерновой муки содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем обычная паста. Это поможет вам чувствовать себя сытым дольше и обеспечит организм энергией. Эти быстрые и питательные блюда идеально подойдут для тех, кто ведет активный образ жизни и хочет обеспечить свое тело всеми необходимыми элементами для роста мышц. Пятый день. Заключительный день нашего рациона сосредоточен на поддержании высокого уровня потребления белка и добавлении большого количества овощей и зелени. Это важно для того, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами, поддерживающими мышечный рост и общее здоровье. Завтрак. Яичница из четырех яиц с овощами и зеленью. Яичница – это отличный источник белка и полезных жиров. Добавление овощей и зелени увеличивает количество витаминов и антиоксидантов, поддерживающих здоровье и восстановление после тренировок. Цельнозерновой хлеб. Цельнозерновой хлеб содержит клетчатку и сложные углеводы, которые поддерживают уровень энергии и помогают поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Перекус. Орехи и сухофрукты. Орехи и сухофрукты – это быстрый и питательный перекус, который обеспечивает организм полезными жирами, витаминами и минералами, поддерживающими общее здоровье и энергетический баланс. Обед. Говядина с кинуа и зеленым салатом. Говядина богата железом и белком, поддерживающим рост мышц. Кинуа добавляет аминокислоты, а зеленый салат обеспечивает организм витаминами и минералами, поддерживающими здоровье, иммунной системы и общее самочувствие. Полдник. Протеиновый коктейль. Протеиновый коктейль – это удобный способ поддерживать высокий уровень белка в течение дня, способствуя мышечному росту и восстановлению. Ужин. Запеченная рыба с овощами и кинуа. Рыба, особенно жирная, такая как лосось, содержит омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердца и уменьшают воспаление. Овощи и кинуа добавляют клетчатку, белок и витамины, поддерживающие общее здоровье и энергию. Эта неделя рационального питания поможет вам не только увеличить мышечную массу, но и улучшить общую физическую форму. Важно понимать, что питание – это ключевой фактор в процессе набора массы. Поддерживайте регулярные тренировки и следите за своим прогрессом. Если вы будете следовать этому плану и тренироваться с полной отдачей, уже через несколько недель вы увидите значительные изменения в вашем теле. Помните, что питание – это основа вашего прогресса в тренировках. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в следующих видео. До встречи на тренировке!